Привет! Как и всегда, каждую среду с вами я, Сергей Малошенко и Игорь Инталь. Программа о культурном и житейском футболе. Сегодня поговорим о подготовке национальной сборной России к предстоящему Евросу. Дальше наш взор пойдет на лондонский Челси, который агрессивно сгубает игроков, поэтому трансферк. А в конце выпуска подоблюдаем за творениями футболистов в мае. Евро уже на этих выходных. Тяжелейший сезон, сплошные скандалы, постоянные тренировки. Все это сопровождает каждый день игроков сборной России. Но на то они и профессионалы, которые получают свои миллионы. Но да ладно, хватит все о грустном. В преддверии Мундиаля российская сборная должна была провести три встречи. После двух неубедительных матчей, которые по содержанию игры разочаровали даже самых преданных болельщиков. И тут, казалось, играющая в атакующий футбол сборная Италии. Сейчас проедется катком. Стартом с Асави присутствовали Джан Луиджи Буфон, плеймейкер Пирло и атакующая двойка Касана, и новоиспеченный чемпиона Англии Марио Болотели. Игра началась с минуты молчания. После исполнения гимнов, что можно сказать про первые 45 минут? Можно только отметить безголевую засуху. Да-да, именно отметить. Ведь в первом тайме было больше борьбы, чем футбола. Пожалуй, только Зырианов имел два шанса показать себя. Начнем по порядку. С самого начала команды, в особенности итальянцы, потом расскажу, почему особенно, задали темп и жесткость игре. Сразу стало понятно, что все серьезно, и проходного матча не будет. В некоторых моментах итальянцы жалели сборную России. Один Марио Болотели мог завершить все в свою пользу. А потом настает пятиминутка Константина Зырянова, когда он в начале с 11 метров, с убойной позиции не попадает в створ ворот. В следующей же контратаке на скорости Александр Киржаков выводит Константина Зырянова на убойную позицию, и он снова не может переиграть Джану Ижи Буфона. Просто-напросто снова не попадает в ворота. Дружина адвоката наконец-то в этой игре показала, что сборная может играть первым номером. Контроль мяча вскоре и показал, кто выиграет эту игру. Брондели проиграл центр поля и впоследствии поплатился за это. А теперь почему особенно? Итальянцы начали играть с задором, с жаром, великолепно атакуя, тем самым показав нашей сборной, что это не просто товарищеская игра, а для них это стимул, вызов или еще что-то большее. В этот момент футболистов сборной России перещелкнуло. Как говорится, сыграл синдром по сопернику, который есть в нашей сборной. Как играет соперник, так играем и мы. Это было видно со сборной Урагвая. Вначале урагвайцы показали все, что они могут, и наши начали играть в тот уровень, который они умеют. Потом был матч с Литвой, они поняли, что ничего опасного, что можно играть и опять, и опять увидели мы тот скучный футбол. А тем временем на 59-й минуте Александр Киржаков забивает первый гол. Хочу отметить, что к тому времени Джан-Луиджи Буфона уже сменил вратарь Наполи Де Сантис. Не сказать, что он ошибся, здесь ошибка всей команды, обороны, особенно ее центральной зоны. Но казалось, ничего страшного, по такой игре забитые голы будут. И итальянцев стоило бояться. Но русские, благодаря или вопреки этому синдрому, начали играть окрыленно, словно перед ними Голландия и 2008 год, со своими воспоминаниями. Они играли, словно на кону путевка в полуфинал чемпионата Европы. Главное, чтобы мотивации и сил хватило на решающий матч Евро-2012. А тем временем на поле Россия проводила очередную контратагу, в которой аж сразу 4 игрока выбежали вперед. Но Роман Широков разрезал всех этой передачи, только благодаря великолепному мастерству Де Санктиса, который выложил на ногу Роману Широков мяч, и тот спокойно переправил его ворота. 2-0. Для итальянцев начинается нечто. Уверенность теряется после таких пропущенных голов. Во-вторых, это сборная России. Да-да, сборная России, которая получает стимул, которая теперь имеет шанс просто разгромить соперника, а не понимает, что у них игра идет. Все идет по накатанной. Получаются атаки на скорости, пас, удар, передача, все. Теперь нужно было только удовлетворить свое самосознание. Казалось, нет сейчас счастливее болельщиков сборной России. Но после второго пропущенного гола мы слышали губ. Быть может показалось. В очередной атаке сборной России Кокорин делает невнятный удар внешней стороной стопы. Но получается голевая передача на тубль широкого. Если Александр так и задумывал, то явно имеет потенциал стать отличным распасовщиком. 3-0. И вот снова гул и свист. Все это было для Романа, который своими разговорами не заслужил доверия болельщиков. Пускай подумает над своим поведением перед Евро в Польше и Украине. После третьего забитого мяча Италия попросту бросила играть. Что неудивительно. Но и подопечный адвоката, увидев такое стечение обстоятельств, поначалу снизили темп. А в конце и вовсе перестали обострять игру. Игра по сопернику. Самый главный недостаток сборной России, который может сыграть злую шутку на Мундиале. Мы видели уже в этом сезоне, как изменяет игру своими контратаками Дортмундская Боруссия. Там есть триу из поляков, с которыми мы еще увидимся. И помним, как прибавляет в атакующем плане аристократ из Челси. Мы ведь совершенно не знаем, как будут играть на Евро греки, чехи и те же поляки. Кто думал, что Челси может полтайма сидеть в защите, сопли жевать, а потом в первой контратаке забивать Барселонии? Я не призываю бояться соперника по группе. Ведь если из такого жребия не выходить, то что еще надо? И самоуверенность не нужна. А то могут наполучать даже от Катара. Нужен баланс. Баланс во всем. И вот уже на этих выходных мы увидим, получится ли показать сборной России такую же игру, как в памятном матче с голландцами образца 2008 года. Удачи!